В российских школах подводят итоги этого необычного учебного года. Впервые он завершается дистанционно. К новому формату помог приспособиться нацпроект образования. Обеспечили и скоростной интернет, и новые платформы для обучения, и видео уроки. Об эффективности и о вызовах дистанционного обучения Наталья Гончарова. Обычный урок для учеников в Ярославле теперь выглядит так. Вместо школьной парты и ответов у доски занятия по компьютеру в дистанционном формате. Все это стало возможным в рамках национального проекта образования. Современная презентация, инфографика для наглядности, возможность задать любой вопрос прямо в чате. А в конце занятия оставить отзыв в виде смайлика. Так ученики дают знать, все ли им было понятно во время урока. Мы проводим педагогические советы, административные совещания, родительские собрания. В конце каждого дня классный руководитель проводит с детьми классный час. То есть получает обратную связь от детей и от родителей по итогам дня. Для нас приоритетом было сохранение качества образования. И подводя предварительные итоги года, анализируя учебный процесс, мы видим, что школьная программа в регионе осваивается в полном объеме. Успешно учатся в онлайн формате и школьники Кургана. Многие педагоги используют для занятий социальную сеть ВКонтакте. Там выкладывают лекции, познавательные видео уроки, домашние задания и инструкции по их выполнению. Рада сегодня приветствовать вас онлайн в нашей прямой трансляции урока биологии. Для меня это сегодня замечательный день, потому что я первый раз себя пробую в качестве такого преподавателя. В Тульской области с середины марта на дистанционное обучение перешли все учебные заведения, кроме дошкольных. В общей сложности, благодаря реализации нацпроекта образования, так занимаются уже 138 тысяч школьников и 20 тысяч студентов колледжей и техникумов. Здравствуйте, ребята. Очень рада вас видеть сегодня. Сперва такой формат занятий для школьников и для учителей показался новым и непривычным. В помощь педагогам на сайтах Министерства просвещения и виртуальной школы Тульской области собрали рекомендованные платформы для обучения. Теперь в школах высокоскоростной интернет и все условия для работы педагогов. Они начали использовать новые форматы для занятий, от цифровых платформ до телеуроков. И, признаются, так лекции стали намного увлекательнее и интереснее. Однако главная проблема в переходе на онлайн-обучение – это необходимое оборудование у школьников. Мониторинг правительства Тульской области насчитал 1700 детей, которые нуждаются в современной технике для занятий. Все необходимое им предоставят в ближайшее время. Мы должны усовершенствовать материально-техническую базу в этом направлении. Конечно же, мы на безвозмездной основе уже подготовили список, где в ближайшее время мы закупим необходимое количество гаджетов именно по той категории, где нет возможности у родителей приобрести необходимое устройство. А в Липецке в рамках национального проекта образования педагоги запустили онлайн-марафон виртуальный урок по географии, химии, истории, физике и математике. Так учителя смогли создать понятный и интересный старшеклассникам формат. Теперь вся информация не только в учебниках, но и в наглядных презентациях, которые дополняют лекции. Все для того, чтобы занятия были максимально полезными и эффективными. Наталья Гончарова, Вести.